Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном и привычном уже для себя режиме, соответственно, знаете обо всем, что здесь происходит, ну и, естественно, ждете, надеюсь, программу «Живые» с 8 до 10 по будням в эту студию приходят замечательные музыканты, чудесные собеседники, с которыми мы беседу-беседуем, музыку их слушаем и получаем, понятное дело, огроменное удовольствие. Коллектив сегодняшний особо при каких-то, знаете, в рекламе или в каких-то представлениях не нуждается. Группа, хотел сказать слово древнее, нет, группа очень давно существующая, еще с советских времен, до сих пор дожившая, чувствующая себя вполне себе уверенно и сильно, это говорит о многом, это говорит о потенциале, потенциал у них велик. Традиция у нас есть, добрая, давно сложившаяся, эта традиция гласит, что надо сначала спеть песню, а после этого я представлю коллектив и поименно каждого из музыкантов, естественно, назову, и, понятное дело, люди для себя поймут, послушав первую песню. Если вдруг не знакомы с творчеством группы, ну мало, такой может быть все же. Нужно ли им остаться с нами на целых два часа, или можно заняться своими делами, попив предварительно чайку с ромашкой, говорят, он успокаивает и дает возможность поспать крепко. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Ночь. Луна. Тачу карандаши. В пальцах лезвие предательски дрожит. Образ твой рисую уже четыре дня. Получается полная фигня. Я тебя замучаю любовью могучую, Жаркою, опасною и разнообразною. Я тебя замучаю любовью могучую, Жаркою, опасною и разнообразною. Ночь. Луна. Фонарные столбы Навевают эротические сны. От фантазий пухнет голова. Я тебя замучаю любовью могучую, Жаркою, опасною и разнообразною. Я тебя замучаю любовью могучую, Жаркою, опасною и разнообразною. Звучит музыка. Ночь, луна, могильные кресты Где-то здесь притаилась ты Почва мягкая, копать не глубоко По запаху, по запаху на еду тебя легко Я тебя замучаю, любовью могучую Жаркою, опасною и разнообразною Я тебя замучаю, любовью могучую Жаркою, опасною и разнообразною Я тебя замучаю, любовью могучую Жаркою, опасною и разнообразною Я тебя замучаю, любовью могучую Жаркою, опасною и разнообразною Ночь, луна, ночь, луна, ночь Большое человеческое спасибо Да подожди ты говорить спасибо, мы только начали Хлопают же люди Люди хлопают, потому что это они тебе спасибо говорят Это ушами Ушами тоже Ну в общем я говорил, что в особых представлениях группы не нуждаются Тайм-аут коллектив, который известен всем в России еще с советских времен Вот так вот запросто существующие сегодня Поющие свои знаменитые нетленные хиты И радующие аудиторию и публику даже не знающую их Мы об этом тоже поговорим немножко более подробно Я сейчас буду представлять коллектив именно по тем их именам и никам К которым они мне кажется больше привыкли А как и Назарыч Зирбинштейн Я Он же в миру Александр Минаев Ну собственно бас-гитара, акустическая гитара, вокал С 1987 года по сегодняшний день Как ты выжил Ну вот как-то да, как-то выжил И еще даже передвигающего стоять Как-то ничего Я попрошу всех музыкантов Вот в эти микрофоны вокальные смысла говорить нет Потому что там все эффекты и так далее Один разочек за эфир просто подойти Когда я вас буду представлять к микрофону, который горит вот здесь Да, подойти и помолчать Гогей Гогеевич Сикорский Конченый Так зовется человек, играющий на электрогитаре, на акустической гитаре Бэк-вокалом занимающийся И вот у меня интересно помечено 1992, 2001, 2009 по настоящее время Он же Сергей Степанов в миру Да, это я Добрый Очень приятно Очень приятно, спасибо большое Спасибо огромное Можно Можно идти Гогей Гогеевичу, да, уже усесться на свое место И причинную Какое яркое выступление получилось Если Гогей Гогеевич захочет выйти поговорить с нами во время эфира То, конечно же, никто ему не запретит И, в общем, нет, не возбраняется Дальше у нас идет человек с именем От которого трясутся, по сути дела, стены Просто потому, что он терминатор Куклачев Да Да, в миру Роман Мухачев Клавишник, аккордеонист, вокалист коллектива Здрасте Здрасте С 92-го под 95-й Потом с перерывом в 2009-й По настоящее время О перерыве, кстати, поговорим Тоже любопытно Почему? У единственного человека Не надо уходить Сиди, сиди, наверное, на месте Там собственный микрофон Слева Нет, секунду Слева Слева Вот, да, да, да Подтягиваем Подтягиваем к себе микрофон Барабанщик у нас на особых правах Тяни к себе Не стесняйся, пожалуйста Я крут Вот, вот, теперь слышно Значит, Архим Андрей Извините, Кислородин Так зовется Придумали гадость Андрей Родин, да Ударный с 90-го года И по настоящее время По сегодняшний день Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Архим Андрей Если вдруг возникнет желание Интерес поговорить Только махните Дайте знать Дружище Понимэ Да, я вам включу микрофон Потому что иначе он будет Вот Сейчас вот так Можно выключить Чтобы он не бугагатал Вот, собственно, это и есть Группа Тайм Аут Коллектив, который мы Сегодня с радостью и удовольствием Пригласили в эту студию И кого-то, наверное, познакомим С этой группой Да хорошо бы, кстати Хорошо бы, да Не помешает Лишние-то люди Не лишние Да, лишние люди не лишние Да А кто-то, кто знает творчество Само собой будет радоваться Потому что сегодня будет весело Сегодня будет тонко Сегодня будет изящно Знаете, мотологи, они такие Вот, смотрите, что пишет Марат Шарапов Кстати, да Надо бы сразу сообщить о том Как с нами связываться Потом, чтобы к этому не возвращаться 4647 Это короткий номер для СМС-ок ваших 4647 Все просто Пишите сначала свои Пробельщик А дальше все, что хотели бы Адресовать коллективу Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции Впечатления Ну, в общем, делитесь, пожалуйста Группа ВКонтакте Официальная группа своего радио Здесь тоже все просто Анонс давно выложен В самом тексте анонса Название коллектива Выделено синим Это, значит, активная ссылка Кликая на которую Вы оказываетесь у них в сообществе Под фотографии Под анонсом Можно отписываться Уже много чего написали Еще до эфира Я сейчас почитаю Удивишься Как много знают люди О группе Да Гадости Ой, какие еще Хорошо Можно видеть все, что в этой студии происходит Достаточно зайти на сайт Своего радио Своерадио.фм Там сверху вы увидите плеер В плеере слева Меня видно сейчас? Я вот Видно, и видно, и слышно Куда мне махну? Всюду У нас они везде Со всех сторон Значит, онлайн-аудио Это слева Вы видите в плеере Онлайн-видео Справа, кликая на кнопочку Онлайн-видео Вы оказываетесь в картинке Которую для нас Представляет нам Для нас делает Планета.ру Спасибо огромное Там же, кстати, сказать Есть и чат В котором тоже можно Что-либо писать Ну, все, кажется мне В чате можно отписываться И на сайте Своего радио Там тоже чат работает Пожалуйста, пишите Отовсюду Мы пытаемся выискивать Что-то интересное Важное Любопытное Что можно было бы Зачитать в эфире Все Теперь вернемся к группе Ой, как хорошо Санечка, здравствуй, дорогой Рад тебе безмерно И рад вам всем, ребят Замечательные люди вы мои Потому что Всегда говорил, говорю И буду повторять Музыка, она разная Музыка, она Любая хороша Если сделана Качественно, хорошо И со вкусом Трудно не согласиться Вообще с этим утверждением Да Вот именно поэтому Я считаю, что Ансамбль матологической музыки Тайм-аут Это тот коллектив Который несет Уже многие-многие годы Это этот флаг Во-первых, флаг матологии Во-вторых Эквачицизма Эквачицизма Да, матология Эквачицизма Это же неразрывно Они следуют друг за другом Параллельными курсами Ну и плюс к этому Естественно, флаг Замечательной, хорошей, качественной музыки Музыки, которая заставляет Людей радоваться О, как Закрутилось Радоваться Ну это же правда же Ну да Начали-то вы с хитяры Сразу с хитяры А что тянуть? Действительно Действительно А то вдруг сейчас выпрут Отсюда, понимаешь А мы не успеем ничего сыграть Вот Я просто подумал Может быть ничего нового нет Поэтому старая А ты Ты знаешь Мы даже сегодня Премьерим песню О, она, ну как Да Спасибо Будет у тебя Новое Спасибо тебе, дорогуша Значит смотри, что Марат Шарапов Я обещал прочитать Пишет вот что Имея в виду Это аудитория Это люди, которые Пишут добрые и недобрые Всякие слова Вот, например, что пишет Марат Группа является Родоначальником Матологии Чтобы понять, что это Нужно, конечно Побывать на концерте Группа Но если говорить в общем смысле То это наука О кайфе История зарождения Тоже интересна Минаев Александр Семенович Будучи в республике Дагестан История пошла Там нечто Из стены в уборной Торчала ровно половина Того, что в нашей стране Принято называть унитазом Тогда-то Александр и понял Что он мотолог Для Молчанова Павла Валерьевича Мотология началась По-другому Найдя на помойке Табличку с надписью 100 мотолог Он принес ее домой Хотел было Пригвоздить на дверь Но та оказалась Слишком длинной Находчивый Павел Недолго думая Покотсал табличку И на дверь Засеяла надпись Мотолог Позже, правда Мотологи стали Мотологами Поскольку у работников СМИ Первый вариант Ассоциировался С матом И текстов ансамбля Боялись как огня Хотя сами Мотологи Относятся к этому С долей юмора На обложке диска Йохан Павлович Форевер Присутствует Следующая надпись Радиопригодность 100% Нет цензурных выражений Ни нормативной лексики Не содержит К сожалению Ну на всякий случай Мы написали Потому что Было дело Посмотри Марат Так как в курсе Ну такое впечатление Нет Человек подготовился Я так понимаю Прочитал наверное Всю информацию Про нас Потому что здесь Все практически Дословно написано И не лень же было Ему Не лень Любят вас Не просто читать А еще и написать Это же то же самое Ну уж круто Да Спасибо Марат Ты настоящий друг Ты настоящий квач Я бы сказал так Это кстати Всем остальным Это не матерное слово Это хорошее слово Это хорошее слово Это приличные люди Да Давай-ка дальше попоем Надо бы чтобы музыка звучала Да любой каприз Пожалуйста Чего будет дальше А мы как раз Про людей-то и споем Сейчас Как называется Люди как люди Поехали Все люди Как люди С утра на работу А ближних своих Проявляют заботу Книжки читают Газеты листают А я с утра Или даже премьеры Локтями толкаются Наверх пробиваются А я с утра за столиком С другом-алкоголиком А я с утра А я с утра за столиком С другом-алкоголиком А я с утра за столиком С другом-алкоголиком Звезды шоу-бизнеса В богатстве купаются Хорошо продаются Хорошо продаются Хорошо покупаются Сверкают талантами И бриллиантами А я с утра за столиком С другом-алкоголиком А я с утра за столиком С другом-алкоголиком Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Подожди, не спеши. Вы не спешите. Пока я команду не дал, поехали. Не начинайте, а то же мы кусок песни пропускаем. Здесь все не так просто. Это же не концертная площадка. Мы можем повторить. Естественно. Уже все живьем. Любой каприз. Естественно, повторим. А как же? Мы еще, знаете, что мы не сделали? Мне кажется, это неловко как-то получается. Вы же пришли со своим звукорежиссером. Сегодня есть наш звукорежиссер. Да. И ваш звукорежиссер. Наш контролирует, так сказать, руки вашего, а ваши уши греют на вашей мозге. Как зовут вашего звукорежиссера? Сергей Петченко. Это человек, который с нами много-много лет. И который весь звук ставит нам и в студии, и на концертах. Ну и, в принципе, везде. Ну и замечательно. И наш Сергей Дебальский, который тоже, в общем, на концертах в студиях нет. Но вот здесь, в студии, да. Два Сереги. Два Сереги сегодня, да. Два Сергея. Так, два Сереги здесь. Сереги все-таки. Так лучше. 46 звучит все-таки. 46 русский язык, а? Он великий. 46 северий, могучий русский язык. Значит, 46-47 сначала свои пробельки, а дальше все, что хотели бы написать. Я вот думаю, чем продолжить? Прочитать тебе какие-нибудь, так сказать, добрые слова от людей? Или задать, может быть, какой-нибудь серьезный вопрос? Что скажешь? Давай вопрос. Давай вопрос. Хорошо. Потому что потом, добрыми словами, мы потом сгладим эти вопросы. Хорошо. Договорились. Итак, вопрос. 86-й год. Ты ведь начинал с хэви-металла, дружище. Да. Ох, у меня напульсники до сих пор, кстати, сохранились. А что играл-то? Шок, по-моему, назывался. Да, группа Шок. Мы играли, ну, собственно, в смысле, производство песни. Вот. Ну, хэви-металлический. Там про вампиров пели, как полагается. А ты сейчас хоть что-то помнишь оттуда? Ну, хоть что-то. Сейчас. Вампир ужалит меня, горячее огня, кровь польется рекой. Вот. Это была первая строчка, дальше я не помню. Слушай, музыканты в шоке сейчас. Так, 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 так. Так я раскрываю сейчас с новой. С новой для них стороны, да, прежде всего. Так. Вот. Разорванная нить, кровавые щипцы, чтобы нервы сохранить в какие-то там... А, кричащие концы. Концы, это не те. Сегодня два Сергея. Я у нас на звуке. Да. Я же говорю тебе, ты как-то осторожнее с терминами. Вот. Может, хватит тогда хэви-метал? Но ты пел, как я понимаю. Или играл? Нет, нет, нет. Я не пел. Пел как раз Павел Молчанов, он же Тарвлабнор Петрович Пуздой. Но я на бэках там подвывал. А, так мы с Пуздой вместе вот это все. Да, про вампиров, про кровавые щипцы. Я думал, тебя одного угораздило. Нет, 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 нет. Он тоже здесь замарался, скажем так. Ну, надо же. А чего его сейчас нету-то? Ну, он ушел на пенсию. Ну, у нас как... А вы все предмиссионного, что ли, уже понимаете? Нет, нет. Это он ушел на мотологическую пенсию. А, на мотолог... Фу, я... Да, он ушел на мотологическую пенсию. И я не помню, когда... Наверное, 8 лет назад, да, где-то так уже. Мы вот без него... Ушел на пенсию на Кипр. Да. Проживает на Кипре, рыбу ловит. То есть он вот так ушел? Ушел, да. Да. Но мы его... Игает в коридорах. В коридорах власти. Ему нравится. Понятно. А проводы мы ему устроили. Это были торжественные проводы с мероприятием, с ярким ослепительным шоу. Ему подарили какую-то медаль, что он является... Он единственный почетный персональный мотологический пенсионер в мире. Ну, подожди. Он крут. Секундочку, скоро вы его... Мотологический дурень, я бы сказал. Я так полагаю, какое-то время спустя вы его догоните, и вас станет больше. Ну, у нас так. Ты все там будем, знаешь. Кстати, ты тоже не исключил. В общем, да. Вообще, пенсия, говорят, ну, сейчас начинаешь задумываться. С годами начинаешь задумываться об этом все более пристально. Пенсия, говорит, полезное времяпрепровождение. Делать ничего не надо, в общем, особо. Можно как-то жить в свое удовольствие. У нас есть пословица. Старость – радость. Старость – радость. Да. В нашем коллективе так. Да, в вашем коллективе, мне кажется, все радость. Да. Смотри, что пишет народ. Значит, Павел Высоцкий пишет. Спасибо за наше счастливое детство. Здрасте, нафиг. Квачи прилетели. Здрасте, нафиг. Сделали мою юность, а группа навсегда попала в список любимых. Уже даже не помню, что появилось раньше. Кассета, купленная отцом. Или впервые услышал программу на нашем радио. Да, какое-то это было ощущение. Втихаря слышать вас ночью. А потом все в шоке обсуждали, обменивались кассетами. Почему в шоке? С записями. А вот, Иван Петрушин, добрый вечер. Очень рад услышать тех, на чьей музыке вырос. Ребята, вы нереально... Ну нет, ты слушай, ну мы точно сейчас как-то уже пенсионировались. Ребята, вы нереально... Кого хороним? Ребята, вы нереально крутые, пишет он. Спасибо вам за мое счастливое детство. Расскажите, как вы познакомились, как оказались с концертом на Северном полюсе. Их... Вот это история, которую я тоже хотел обсудить. Да? Про Северный полюс, конечно. Да, пожалуйста. Что делать, как вы там оказались? Прямо сейчас? Ну давай, расскажи. Мы, кстати, в этом году, в апреле отметили 20-летие. 20 лет назад это произошло. Вот у нас был концерт по этому поводу. Ну и, собственно говоря, оказались мы по причине, скажем так, по политической причине. Потому что тогда были выборы президента, 95-й год. То есть вы уехали от выборов? Нет, наоборот, мы принимали участие в предвыборной кампании Сергея Зырянова. Это такой красноярский бизнесмен, который баллотировался на пост президента. Ясно было... Который купил Северный полюс. Да. Ну, практически. Ну, ясно было, что он не получит пост президента, но покуражится на эту тему, почему бы и нет. И там провозился футбольный турнир на Северном полюсе. Меня туда пригласили в команду журналистов поиграть. А я предложил сделать концертную программу, культурную. Потому что на любом мероприятии спортивном, серьезных команд, есть культурная поддержка. Артисты ездят, поднимают дух. В смысле, бодрость этого самого духа. Ну, и мы... Они думали, что мы пошутили. И сказали, что давайте. Давай возьми, да приедем. А мы возьми, да, на самом деле, да, собрали там кое-какое оборудование. Пёрли его на себе, между прочим, на Северный полюс. Вот, и там выступили. До последнего никто не верил, что мы это сделаем. Потому что думали, что мы будем по дороге там, на перевалочных пунктах. Просто, ну, такие развлекательные какие-то моменты. В палатках, например. А вы же на открытом воздухе. Мы на открытом воздухе, да. С леденеющими пальцами. 12 минут мы смогли сыграть. Вот Сергей Степанов, наш гитарист, играл так, что у него фаланги пальцев стали белого цвета. И они вот так вот об гриф стучали. Гремели, да. А какой это был период времени, прости я? Это был апрель месяц. Ну, всё-таки холодно. 21-й, по-моему, да? И температура минус 30, да? Минус 38. 38. Это с ветром. Вот. Потому что там было вроде как минус 27 и 11 метров в секунду ветер, а это ещё минус 11 градусов. Вот минус 38. Правда, солнце было. Вот. Но оно не греет там, я вам хочу сказать. Нифига. Как потом-то отходили от этого всего? Отходили мы очень хорошо. О-о-о. О-о-о. Отходили мы очень хорошо. Вот, кстати, Петрович... Я отходил его. Он меня отходил, а мы его потом отходили. Нет, сначала я отходил, потом он отходил. А он вообще, кстати, улетел не туда, куда надо. А мы улетели с Павликом, да. Другой вертолёт. Перепутали вертолёт. И улетели на Южный. Нет. Нет, мы улетели на землю Франца Иосифа. А должны были на Хаттингу улететь. А должны были на Хаттингу. Нет, мы так вылезаем, вроде, что-то не знакомые лица-то кругом. Мы даже спрашиваем, а где мы? Ребята, вы на земле Франца Иосифа. Да вы что? А как нам отсюда выбраться-то? Ну вот видите самолёт? Да. Если не успеете, сейчас через 10 минут оно летит, и вы тут зависнете. На полгода. Ну, место рада. То есть самолёт раз в полгода, хорошее место, я вам скажу. Отличное. А там как раз начиналась у них какая-то фигня с большим периодом. У них вахта меняется там, да. Ну, в итоге-то успели, нет? Успели. Там одни иностранцы. Вахта такая была, гениальная. Ром, коньяк, виски, все дела. Мы научились там на разных языках сразу. На разных языках. Они на всех языках одновременно разговаривали. Конечно. Но потом мы со Стефановым их догнали в гостинице уже. А мы ещё там прокатились. Нет, там ещё эпопея была. Мы когда прилетели в Хаттингу, там, значит, человек на, это, как его, снегоход. И сзади у него, это, какая-то саня. Саня, да. Мы говорим, это, милый человек, довези нас до гостиницы. Ты мой, я так сидел. Не-не-не, он говорит, а что до гостиницы-то? Поехали, оленей постреляем. Рыбки половим. Я говорю, мужичек, мы, можно встретить еще раз? Мы завтра давай встретимся. Ну, он довез нас, кинул. И они его продинамили. Не пришли. Хорошее место. Сразу предлагают пострелять оленей. Нет, вообще, там народ, ты знаешь, душевный. Там, я запомнил момент такой, там дубак, мы стоим синий абсолютно. Выходит какой-то мужик нараспашку куртка. Там тельняшка одна, без шарфа, без всего. Практически без шапки, в темных очках. И такой, типа, что, замерзли? Мы говорим, да. Он говорит, сегодня тепло, минус 28. И дальше пошел, не застегиваясь. Вот это я понимаю. Люди живут. Да, вот это я понимаю. Вот это жизнь. Так, Петь, давайте дальше, что будет? А, дальше мы песню про капусту хотим исполнить. Ну, а как же без нету? Без капусты вообще жизни нет. Без капусты нету жизни. Да, ты когда будешь команду давать, что можно начинать играть? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Тайм-аут». Поехали. Мы с другом весною капусту сажали. Лопатой копали, мотыгой махали. Капуста. Расти, расти густо. Без тебя на душе. Мы с другом все лето капусту охраняли. Пололи, окучивали, поливали. Капуста. Капуста. Расти, расти густо. Расти, расти густо. Без тебя на душе. Мы с другом всю осень капусту рубили. Таскали, носили, таскали, носили и в бочке солили. Капуста. Капуста. Расти, расти густо. Капуста. Расти, расти густо. Капуста. 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 Расти, расти густо. Расти, расти, расти густо. Без тебя на душе. Без тебя на душе. Без тебя на душе. Расти. Ха-ха-ха. Почитаю кое-что и кое-что скажу, не касающийся сегодняшнего эфира. Очень важная информация. Можно я тебя сфотографирую, пока ты будешь говорить? Так, секундочку, подожди секунду. Сафс пышкой. У нас только за деньги, нет? Я же заплачу. Хорошо. Хорошо, договорились уже. Ты сам сказал, у меня угадали. Давай, ты меня сейчас позировать должен или надо? Не-не-не, работай. Энди Металмар пишет. Это очень позитивная группа. Спасибо. Сделал уже? Всё, да, готово. Спасибо большое. Могу расслабиться теперь? Да-да. Можешь домой. Спасибо за отличное настроение. Очень хорошее радио. А, спасибо. Отличная идея с живыми эфирами. Спасибо большое за регулярную деятельность. Это всё очень полезное движение для всех рок-групп. Энди, я вот что хочу сказать. Дело в том, что в программе «Живые» уже четвёртый год пошёл. Три года нам. Сначала она год выходила на радио «Маяк», потом на радиостанцию под названием «Наша радио», где была программа эта. Я, помимо всего прочего, был программным директором этой радиостанции «Наша радио». Своему радио восемь месяцев, программе «Живые» три года. Вот как-то так вышло. Это я просто обязан был объяснить, иначе люди не начали путаться. Когда мы отмечали трёхлетие программы, я спрашиваю, ого, сколько вашей радиостанции. Нет, радиостанции всего восемь месяцев. А сама программа кочует, кочевала просто. Ну, запутал людей, короче говоря, мозги им, это, запудрил. Что, по-моему, наоборот объяснил. По-моему, наоборот всё объяснил. Очень всё понятно. А вот человек пишет, Сергей Пантюшин, второй день ржу не могу. Имеется в виду, что вчера был тоже весёлый, очень весёлый эфир. А, я думал, надо поменять препараты. Не-не-не-не, ни в коем случае не меняй. Капуста лучше, чем грибы. В некоторых случаях, особенно под хорошие напитки. Так вот, вчера было тут тоже очень весело. Здесь был пушной просто, Саш. Он весёлый по определению. Второй день ржу не могу. Боюсь, если наив завтра продолжит эту тенденцию, то можно заработать грыжу. Сергей, мы вас не допустим до грыжи. Дело в том, что я об этом хотел сказать позже, но скажу сейчас, куда деваться. Дело в том, что Саша Чача, который, Иванов, вчера с дочей катался на самокате. В общем, самое интересное, дочь на своём, он на своём. Так как Саш привык к дорогам не в России. В Калифорнии он живёт не в России давно, а тут приезжает по делам, и поймать его бывает сложно. Дороги, оказывается, как с его слов, в России не очень качественные. Много кочек. В общем, Саша Чача Иванов рухнул с самоката, ударился не чем-нибудь, а лицом. А лицом обычно поют, вы понимаете. Ну, на лице рот. Сломал асфальт. А там поют. Я не знаю, сломал ли он асфальт или нет. И так плохой асфальт. А он ещё... По телефону звучал очень гнусаво. То есть у него хорошо повреждён нос, у него повреждена губа. В общем, петь он не может. Вот, к сожалению, завтра программы с группой «Наив» не будет. Но мы вроде бы договорились о том, что это случится по осени, когда очередной раз Чача вернётся, так сказать, на родину, и мы сможем с ним встретиться. К сожалению, найти замену какую-либо на завтра просто физически уже не успеваем. Просто потому, как узнали об этом буквально вот сегодня, незадолго до эфира сегодняшнего. Посему, к сожалению, и к нашей вязчей печали, завтра программы «Живые» просто не будет. Потому как... Пардон. Можно, конечно, мазукантов привезти без Чачи. А что, караоке? Пусть поиграют, а я спою. Караоке. Но тогда у людей сложится очень, я бы сказал, предвзятое отношение коллективу, если они раньше о нём ничего не знали. Такие ведь тоже есть. Но мы должны понимать, что это форс-мажор. Действительно, такая ситуация, которая случается нечасто. Нечасто люди падают с самоката лицом на асфальт. Не, на самом деле, можно мы... Саня, выздоравливаем. Да, Саш, да, дорогой. Выздоравливаем, мы тебя ждём, мы на тебя надеемся, мы в тебя верим, ты человек сильный, крепкий и, главное, талантливый, что очень важно. Я тоже ждал его сегодня, потому что хотелось повидаться после воздуха, посмотреть на него и в глаза заглянуть, как он там себя чувствует. Но не удалось, не вышло. Только, что называется, по телефону расшаркались. К сожалению, завтра программы не будет. Не получится. Вернёмся к таймауту, к нашим мотологам замечательным. Давай про квачей рассказывай. Вот про тех самых-самых квачей, которые могут... Твои-то поклонники знают об этом, безусловно. Фантусовка в курсе, а остальные не очень. Ну а что? Квачи — это, собственно, последователи мотологии. Там не только квачи, там ещё оцы, рапитосы, попендусы. Всех хватает. Рапитосы. Рапитосы — это отдельный, конечно, человек... Рапитосы — это человек, который написал песню Йохан Палыч. Вот, собственно говоря. А так, нет, ну квачи... Квачи, квачихи — это же красота. Любой человек, который поприсутствовал на мотологическом Курултае, ну, на выступлении ансамбля «Таймаут», то он уже автоматически считается квачом. То есть мы уже все квачи. Давно. Ты даже ещё и не знал, а уже был. А уже был квач. Да. Хорошо, всё, я согласен больше о чём. Почему нет? Мне нравится. Если это хорошо... Это хорошо. Ну да. Ты меня сфотографировал, пока я читал. Для чего? Ты как будешь использовать, пардон, эту фотографию? Я не буду использовать её. Я её удалю. Спасибо. Вот за это большое спасибо. Я очень люблю идей, которые... С какой целью? Фотографируют и удаляются. Да, да, я люблю удалять. А чтобы было что удалять, надо сначала фотографировать. Логично. Чтобы что-то продать, нам сначала что-то ненужное. Надо сначала что-то ненужное купить. Я вот ненужное сфотографировал и удалил. Торговец. Спасибо, дорогой. Как с тобой легко договорён. Да. Послушайте, я понимаю, что, может быть, всякие просьбы здесь неуместны, и, кроме всего прочего, не имею я на это права, но всякий раз намякиваю. Может быть, никто меня не любит? А она у нас стоит в программе. Мы хотели, правда, попозже. А может быть, сейчас? Да, да, пожалуйста. Я объясню почему. Потому что эта песня знаменитая, её знают, ну, если не все, то каждый, как минимум... Первый. Второй, да, как минимум, хотел сказать. Ладно, каждый первый. Пусть так. Надо, чтобы хит сейчас прозвучал, и те, кто пока ещё не в курсе, ну, то есть не сопоставил одно с другим, как тут у нас есть кое-кто, поймут, кто такой тайм-аут уже окончательно. Пожалуйста. Поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые тайм-аут» здесь сегодня. Погнали? Да. Погнали. Погнали. Всю ночь не спал соседей песни, упорно прогоняли сон. Фонарь светил, и мысли лезли мне в голову со всех сторон. Я говорил соседям выше, что завтра рано мне вставать, чтобы вели себя потише, что просто невозможно спать. Я уши заткнул, мне помогает, никто меня не любит, никто не понимает. Никто меня не любит, никто не понимает, никто меня не любит. Сосед сказал, что я свободен, он мне сказал, братан, поверь, твое нытье давно не в моде, и просто вытолкался дверь. Глумился долго на пороге, а после вовсе стал орать, чтобы я шел своей дорогой и не мешал им отдыхать. Я уши заткнул, мне помогает, никто меня не любит, никто не понимает. Никто меня не любит, никто не понимает, никто меня не любит. Ну вот это я понимаю. Народ подпевает, тут пишут, знаешь, когда сообщение получаешь ля-ляй, 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 ля-ляй. Да, поют на самом деле. Это значит, человек поет, вслух поет, либо в душе поет, неважно. Главное, что эта песня из человека рвется наружу. Скажи, пожалуйста, вот смотри, если посмотреть на историю музыки или на историю развития вообще, да сейчас всерьез давай немножко уйдем. Давай, это мы можем. Ты же коллега мне, ты же все-таки ведущий, и на радиоракурс, по-моему, делал в свое время передачу. Была, и на ракурсе была, ну на многих радиостанциях, собственно говоря. По крайней мере, я почему-то помню ракурс. Может быть, что-то еще забыл. Ну, ладно. SNC. А, SNC еще. Классика жанра, да. Да, 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 да. Так, чего? А «Серебряный дождь» тоже были. Это сейчас, это твой, я так понимаю... И наше радио тоже. Да. Да, да, и было и такое. Ну, в общем, коллега. Да. Давай как коллега с коллегой. Ты музыкой занимаешься не только как музыкант. Ты, в общем, не разбираешься, я в этом абсолютно убежден, потому что... Ну, надеюсь на это. Так или иначе, тебе приходится сталкиваться с чем-то, что, может быть, тебе не близко по стилистике, но интересно по своему качеству. Так вот, скажи мне, пожалуйста, если это возможно, как человек тонко и изящно-матологически закрученный на музыкальной планете, так сказать, есть ли, с твоей точки зрения, некое движение вперед в музыкальном плане в России, матушке? Вот на твой взгляд. Ох ты, закрутил. Мне кажется, нет. Нет? Нет. Чего так? А если уж совсем честно говорить, то это, наверное, мировая тенденция как-то, вот когда кончился вот этот прорыв, скажем так, сначала с рок-н-роллом, потом с более тяжелой модификацией его, потом очень резкий прорыв был в попсовой музыке, в танцевальной, и как-то это все дело теперь пошло по кругу. Вот. Все это дело начало перемешиваться, это да, а вот чтобы так принципиально новое, как-то я не знаю. Ну, хорошо, пускай иначе. Ну, вот я, например, знаю, что клавишник ваш Роман Махачев очень любит танцевальную музыку, и очень, ею, как сказать, увлечен. Потому что он танцор. Да, я понимаю, судя по фактуре, конечно. И он ей увлечен, он в нее вовлечен, он ее слушает, он ее любит. Таким образом, получается, что человек в курсе того, что есть что-то новое и свежее, и это ему нравится. А ты говоришь, что ничего нового нет. Когда я спрашивал тебя о чем-то новом, интересном, я не имел в виду новые стили, жанры и виды музыки. Я имел в виду что-то новое с точки зрения музыкальности, уже в том, что есть. Знаешь, как раньше говорили, вот какой великий поэт или художник, или какой замечательный писатель. А этот писатель родился, условно говоря, в 16 веке. С каждым веком появлялось их все больше, и пробиваться стало сложнее. Сложнее, конечно. И сейчас, когда мы в 21 веке что-то новое спеть, как-то по-новому это исполнить, невероятно сложно. И найти что-то новое уже, мне кажется, ну, можно, наверное. Наверное, можно. Но невероятно сложно, это раньше было проще гораздо. Не было такого большого ассортимента. Так я и говорю, что да, оно пошло по кругу в любом случае, ну, даже в танцевальной музыке. Все равно, ну, от пуц-пуц-пуц никуда не уходит. Поэтому, если найдут какие-то новые ритмические формы музыкальные, потому что вот после диска, да, потом пришло вот этот пуц-пуц-пуц, это, в принципе, была новая какая-то фишка, и она покатила. Но если вот найдут, опять же, ритмические новые какие-то музыкальные формы, мне кажется, тогда будет прорыв и в танцевальной, и в рок-музыке, и так далее. Вот все основывается на ритмике. — Ну, все равно в твоих словах все же, все же есть некий лучик надежды на то, что что-то, но рано или поздно, мы-то и ищем, я ищу, Юля, для живых, я для ротации, мы выискиваем постоянно, стараемся что-то новое. Вот вас нашли. Новый коллектив. — Свежак вообще. — Свежайший коллектив с интереснейшим. Это я шучу, конечно, вопрос в том, что ищем, ищем, ищем. И, знаешь, в этом общем потоке иногда, очень нечасто сейчас уже, раньше чаще, потому что, видимо, мы как раз начали этот пласт копать, а за три года уже очень много чего повычерпали. Так вот сейчас, чем дальше, тем меньше появляется чего-то реально интересного. — Самобытного, я бы сказал. Вот самобытности не хватает, это факт. — А я вот, знаешь, о чем я задумался? А не замыливается ли это собственное ухо? — Вполне возможно, но мне кажется, что, скажем так, общество, в принципе, подгоняют под какие-то музыкальные стандарты, потому что огромное количество стандартной музыкальной продукции идёт из радиоприёмников, о телевизоре мы вообще не говорим, как под копирку идут музыкальные шоу-программы и так далее. Там же одинаковое звучание, одинаковые манеры пения, даже, скажем так, вот там детский проект какой-то есть. Ну, что тут? Практически все на него натыкались, да? Его, может быть, никто не смотрел. — Какой? — Ну, какой-то детский голос. — А, голос детский. — Да, вот, ну про него все знают. И там же нет детского пения, там, если разобраться уж так и говорить серьёзно, там выходят какие-то маленькие взрослые люди, да, и поют... — По-взрослому поют. — И поют, да, по-взрослому. Где детская песня? Где вместе весело шагать по просторам, я вас спрашиваю, а? — Нету. — Ну, где вот это вот всё? Где этот раз словечко, два словечка будет песенка? Нифига, нету. А все пыжицы показывают, какие они взрослые. А кому они такие маленькие и взрослые нужны? — Так они, когда станут взрослыми, будут старыми. — Вот. — Уже старыми и молодыми, да. Молодыми и старыми, скажем. — Да, они будут, скажем так, в юношеском возрасте, а у них уже песок начнёт сыпаться потихонечку. — Ты привстань-ка, пожалуйста. — У меня нормально. — Нормально, хорошо. — Ну, памперсы. — Давай дальше, Саня, давай дальше печь, что будет. — А давай, знаешь, что мы сейчас... — А давай. — Ты тут про новизну говорил? — Да. — У нас есть новая песня. — Молодец. — Вовремя-то сейчас. — А, я продумался. — Давай, давай, дорогой. Как называется? — Поезд на Луну. Незамысловатое такое просто... — Поезд на Луну. — Поезд, да. На Луну. На неё. Исполним, коллеги? — Ну, давайте. Давайте посмотрим, что это. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и абсолютная премьера от группы «Тайм-аут». Поехали. Поехали. Тишина Я опять стою у темного окна Жду Готов У меня сегодня встреча в ноль часов У меня сегодня все необычно На-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на Все нелогично и неприлично На-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на Да Дела Перемещаются небесные тела И Луна Пролетает мимо моего окна И я четко слышу лунный голос На-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на Она зовет меня в открытый космос На-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-на-на-на-на-на Поезд Поезд Отправляется Осторожно Двери закрываются Двери закрываются Осторожно поезд отправляется Я не дурак Луна не может разговаривать никак Но До сих пор Продолжаю нереальный разговор И я снова слышу лунный голос Она зовет меня в открытый космос На поезд отправляется Осторожно двери закрываются Двери закрываются Осторожно поезд отправляется Двери закрываются Поезд отправляется Двери закрываются Поезд отправляется Двери закрываются Большое вам, господа мои, человеческое спасибо Либо, во-первых, за премьеру в эфире А, в смысле, а тебе не нужно сказать спасибо За премьеру Во-вторых, у меня вопрос Записана ли эта песня Если она в записанном виде Скажите мне, пожалуйста Я Ну да Тогда я обязан спросить А я обязан спросить Так как я объясню, почему Дело в том, что свое радио Никоим образом не связывает себя Никакими обязательствами Перед российским авторским обществом Полагая, что деньги Которые оно получает От радиостанций Оно тратит на себя А не на музыкантов И именно поэтому Я договариваюсь с музыкантами Что называется, публично Готова ли группа тайм-аут Готов ли ты сам Предоставить эту песню В виде премьеры В эфир своего радио Если она записана И уже можно ее поиметь Ну, в смысле, получить на руки Ну, в принципе, я не против Но Здесь же, скажем так Вот это но мне уже не нравится Нет-нет-нет Это продукт коллективного творчества В принципе, это первая песня Которая в нашем ансамбле Сложилась как вот коллективное творчество Потому что текст написал я Скромно сказал Идея песни принадлежит Сергею Степанову И, скажем так, ключевые моменты И руку приложил Роман Мухачев Это непосредственно тоже к музыке А аранжировку мы делали Слышно, что космическая тема от Романа Да, вот именно это его Или вот этот кусочек именно вот Надо сказать, что он вообще композитор, между прочим Я уже знаю, что он много пишет саундтреков Для фильмов, для сериалов Есть такое дело У вас в коллективе, понимаешь, такая бомба Во всех смыслах Но иногда даже боимся Так-так-так Нет, а аранжировка Это вот Короче, это продукт Надо спрашивать у всех Я к тому, что вы не против Господа Только за Все Все, спасибо большое за принятое решение Меня не спросили Очень приятно и очень здорово Пришлешь тогда, ладно? Да, конечно Потому что у меня где-нибудь уже Вот на следующей неделе Запускаю пакет премьер Я бы с удовольствием ее поставил Но тебе понравилось Да, очень Иначе бы я не стал тебя об этом просить Какой смысл вообще? Ну не знаю Вот если бы у меня был апельсин Скажи, пожалуйста Сколько по хронометражу Та песня, которую мы час закроем Примерно хотя бы Навскидку Час закроем? А ты скажи, какую нужно Ну где-нибудь минутки на четыре Есть такая? Да Давай Тогда после этой песни Мы уйдем на паузу небольшую Подышим Потом час уже прошел Заметил ты? Нет Вот и все А потом вернемся, естественно, назад Как будет называться песня? Это песня Жертвы научной фантастики Сергей Степанов Сейчас ее будет исполнять Дело в том, что там соло длинное в конце И в нужный момент мы его подрежем И все Хорошо Ты прям махнешь Мы закончили Положили инструменты и ушли Спасибо большое Очень здорово Что именно такая песня сейчас звучит У нас вообще много таких песен Когда можно закончить и уйти Да, и уйти Я понимаю Группа Таймал здесь сегодня Как всегда живой звук В программе живые Погнали Ну что, камон, бэби Жертвы научной фантастики Крепкие плечи Суровые лица Битую рожей Как не гордиться Как не поверить Юродивой силе Долго молились, пока лоб не разбили Жертвы научной фантастики Гордо стоят и ликуют в сторонке Можно кричать, но только не громко Можно стоять до утра за вином Зато повезло На язык помело Жертвам научной фантастики Вешают кири На сильные уши Если не веришь Сходи И послушай о том Как поют Соловьиные древни Жертвы научной фантастики 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова А что это будет за песня? О, это песня с простым и коротким названием Которую я не буду произносить сейчас Она слишком известная Да, чтобы я его называл Давай мы сразу бабахнем А там народ разберется, я так думаю Давай, поехали Как всегда, живой звук в программе «Живые» Тайм-аут здесь Кто с доброй сказкой входит в дом Кто с детства каждому знаком Кто ни ученый, ни поэт, а покорил И смело свет кого повсюду узнают Скажите, как его зовут Буратино Буратино На голове его колпак Ну а колпачен будет враг Злодеев он покажет нос И рассмешит друзей Тастись и песенки о нем поют Скажите, как его зовут Буратино 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 На голове его колпак Ну а колпачен будет враг Злодеям он покажет нос и размешит друзей Достатки песен, я не пою Скажите, как его зовут? Буратино 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 Сегодня просто праздник какой-то Ну, я сразу хочу сказать спасибо огромное Игорю Лесику, который, как только вы начали петь, выложил клип здесь в обсуждении. А песню-то узнал? Нет, песню не узнал, да? Это новая. Да, угадал все буквы, слова не угадал. Да, так вот, клип на эту песню, где вы в каком-то удивительном все гриме. О, это Кришко-Стединопольский наш знаменитый режиссер. Пока ты пел, я смотрел клип, очень хорошо сложилось, да. А вы что, и в темп попали, что ли? Я так старался, чтобы вы попадали. Покручивал пленку. Покручивал, да. Единственное, я, по-моему, два раза один и тот же куплет спел, ну или нет. Ну, и неважно. Неважно, да. Никто не понял. Как пришла эта мысль-то, идея вот это перепевать? О, это мы находились в состоянии аффекта, и случайно один куплет исполнили на концерт. Я даже не понял, зачем мы это сделали. Мы не ожидали вообще, что так получится, но реакция была... Подойди. Просто непонятно. Ну, подойди, конечно. Иди, конечно. Это в Секстене, Секстенфост еще на Соколе, старый клуб. Есть такой звукорежиссер очень хороший, профессиональный, Андрей Иванов. Он работал там с группами, начиная там от Чайфа. Ты чему клонишь-то? Я рассказываю всю историю. Ты не надо покороче, у нас нет времени. И мы с Пашей Молчановым, с Таралабноровым, собственно, Петровичем, Пуздым. Вот. Эту песенку как-то на синтезаторе запрограммировали в клавишах. Ну, чисто по приколу дома, за бутылочкой коньячка. Ну, понятно. А зачем еще? И потом, совершенно верно, как-то раз в клубе Секстен, концерты наши заканчивались, официальная программа, и начинался джем. Ну, вот. Не, ну и там нажахнули. В определенный, в один из моментов. Да, и народ просто заставил нас исполнять ее дальше. Да, Андрюха Иванов лежал прямо около сцены в обнимку со своей будущей женой, прямо на полу. И сказал, ребята, Ромыч, отдайте Буратину, а почему бы и нет? А нам все равно, что играть, в принципе. Да, конечно. Дежматологи. Я еще хочу сказать, мы еще куснечика сделали, но он не пошел. А кузнечик не покатил. Я не знаю, кузнечик не покатил, а Буратина попер, попер, попер. И до сих пор приет. Кузнечик попер тоже у Павлика на полу. Это надо было видеть, это тяжело описать. Но больше никого он не пропер, этот кузнечик. Хорошо, главное, что песня жива, и в новом исполнении она звучит, впрочем, очень даже очаровательно. 4647, это короткий номер для ваших смс, 4647, свои пробелы. Дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы ваши, а может быть также эмоции, впечатления. Делитесь, в общем. А может, сразу ответы будут присылать? На что? Ну, просто. На вопросы. У кого-то вопросы, у кого-то ответы. Послушай, у меня к тебе просьба. Уж не знаю, как ты к этому отнесешься, но все-таки хочу об этом попросить. У тебя чудные стихи. Ну, есть, да, несколько. Я считаю, что эти стихи надо читать, и надо как-то, чтобы люди о них знали. А не можешь ли ты что-нибудь сейчас в таком импровизационном порядке из своего творчества зачесть? Могу. Меня не надо уговаривать долго. А я и не буду. Вот. Могу. Давай. Только я не знаю, что. Потому что у меня глаза разбегаются на собственные стихи. Вот. Народ просит амнезию. Ну да. Амнезия? Нет, это у него амнезия. А, это у него амнезия. Да, давно уже. А вот. Так, так, так. Что бы рассказать? Так вот. Про ежика можно? Да, конечно. Ежик-зверек из леса. С виду вполне нормальный. Но если к нему приглядеться, есть у него аномалии. Иголки торчат из тела в разные причем стороны. Ну, разве же это дело, что ему все дозволено? Попробуй, дотронься пальцем дырку, проткнешь мгновенно. Вот если бы он был зайцем, было бы лучше, наверное. Скакал бы ушастый по лесу, косил бы лиловым глазом, А то с иголками ползает и косит под дикобраза. Нет, ежик-зверь беспонтовый. Нет в нем ни шерсти, ни мяса. С виду шарообразный и очень колючий, зараза. Ура! И вот у меня есть любимый мой. Да, это было нелюбимое. Это хорошие стихи были. А сейчас будут любимые стихи. Давай. Ворвется вихрем вдруг незваный гость И опрокинет в доме все стаканы И загрохочут барабаны в башке На утро первый тост поднимется Все так же лихо Потом палатки И ларьки гостеприимно встретят нас И ты, последний свой червонец Отдашь, не думая и в раз Чтоб утром мучиться от боли В душе и в теле и в висках Лежа с улыбкой на устах Ты будешь все-таки доволен Что день прошел не просто так Браво, 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 круто А ты же их издаешь, нет? Не издаешь А у меня книжка вышла Вот, правильно, расскажи Но, наоборот, давно вышла уже Книжка сберегательная тоже имеется Вышла, сберегательная вышла Вот Называется книжка Книга называется Зопух, Таракан, Бобсон и другое Вот Там стихи, две сказки Вот Ну и А, картинки Я, скажем так, когда ее выпускали Мне издатель позвонил и говорит Что вот там какие-то свободные страницы остаются Вот, а надо бы добить Ну, там я не знаю Какие-то эти типографские штучки А стихи у меня уже кончились И я думал, что делать Пришлось нарисовать Это вот те картинки, которые в этой книге нарисованы Мною Это вот единственное, что я за свою жизнь нарисовал Я абсолютно серьезно это говорю Я потом пробовал изобразить хотя бы что-то подобное У меня нифига не получается А там как накатило Я, давай рисовать Вот Все вот то, что там нарисовано Это был какой-то порыв Все Я не художник, короче Ты в каком состоянии рисовал? Я в состоянии, знаешь, типа Надо заполнить книгу Надо заполнить книгу Спасибо тебе большое Александр Пылаев Вот что пишет В 90-х искал по всем урок-магазинам книжку Название не помню Там были все ваши стихи, рассказы Не все Квачизм и т.п Авторство товарища Минаева Так и не нашел Урок-магазинов больше нет Тусовки в сквере у ДК Горбунова тоже Собственно вопрос Эту книжку можно вообще где-то еще купить Ну вот как раз ты об этом Но тираж на самом деле закончился А этот вопрос задают часто Вот сейчас приходит в мысли В голову переиздать Но не знаю Это же сейчас все же в деньги упирается По большому счету Деньги есть, книжка есть Деньги нет, книжки нет, понимаешь? Наоборот было Написал книжку, деньги есть Да, нет, сейчас наоборот Короче Ну посмотрим Если будут какие-то, скажем так Финансы С неба что-нибудь свалится Будут деньги, будут книжки Окей Валерий Захаров пишет вот что Это вопрос, кстати Вопрос музыкантам Несколько лет назад Группа, интересно Пыталась дать живой концерт На воздушном шаре На одном из опен-эйров Тогда выступить не удалось Из-за погодных условий А откуда пришла вообще такая идея И получилось ли ее реализовать в дальнейшем? Нет, к сожалению Мы не выступили на воздушном шаре Мы пытались это сделать на фестивале Фабрика Экстрима И уже, собственно говоря Была привезена специальная увеличенная корзина На которой было закреплено оборудование Мы уже, собственно, разложили шар Но воздухоплаватель Капитан, да Вот этого воздушного судна Сказал, что нельзя там Что-то связано с давлением С воздуха И, короче, потом пошел дождь Мы долго ждали Но так и не распогодилось И не получилось в тот раз На следующий год Когда мы опять хотели это сделать Был страшный ураган На том же фестивале Там смыло все В прошлом году Мы туда не попали сами А в этом году Опять идет Мы не оставили эту идею, короче говоря Мы, в принципе, привыкли Как-то до конца Это очень хорошее качество Доводить задуманное Очень хорошее качество А безумные идеи Нам очень нравятся Это единственное, на что Нас можно купить Кроме денег Нас можно за деньги За нормальные купить И за безумные идеи Вот там, может быть, даже И деньги-то уже Это второй вопрос Смотри, Игорь вот выложил Тут же в обсуждении Ссылочку на ваш сайт TimeOut.ru И пишет А вот она и книжка И, собственно говоря Все желающие Могут абсолютно нормально Пойти по этой ссылке Как я сейчас сделал В разделе искусства На сайте TimeOut TimeDeficeOut.ru Эта книжечка Выложена Из книги Аминаева Зопух, Таракан, Бобсон И другой А почему ИС? Там есть части какие-то Не вся Не все, наверное Честно говоря Я не смотрел, что там На сайте есть У тебя есть сайт? Ты в курсе? Да, есть Но сейчас Новое веяние У нас же сейчас Официальная страничка Вконтакте Официальная страница Группы TimeOut Вот, и как-то У нас активность Туда переползла Ну так у всех Да, мы очень много Туда выкладываем Всякой ерунды Боже мой Какая прелесть Заходите Я твои картинки Сейчас вижу Вот Ежик-зверек из леса Блестящий С пупком С пупком Он по бритвам Бритвый С бритвой И таракан усатый Да Блестящий А там еще кудрявое солнце есть А вот солнце пока Никто не выложил Но Бобсон Вернее Сергей Пантюшин С надписью Бобсон выложил Пока что только таракана И этого ежика Да Побрился Иголки лежат рядом Блестящий Блестящий С пупком У него еще попа есть Попа внизу А почему попа внизу Ну он же ежик Не, секундочку Попка сзади должна быть Ты немножко Ты немножко по-моему В анатомии ежиков Подпутался У него почему-то Грудку я вижу здесь Да Это девочка что ли Ну какой получился Да Девочка У нее пупок А под пупком Попа А тросточек там Это хвост Это хвост Это хвост А над хвостиком Ирочка Да А это Ирочка Это собственно попка Да Гениально Гениально Если бы ты не стал музыкантом Ты бы стал художником Передвижником Перестановщиком А не передвижником Давай дальше петь Что это будет Давайте Давай-давай Так А что мы сейчас пели А Давайте в жизнь мою исполним Давайте Композицию Как всегда Живой звук программы Живые здесь Сегодня группа тайм-аут Поехали Жизнь моя Тянется резиной Сегодня с Машей Завтра с Зиной Сегодня пан Завтра пропал Сегодня хоромы Завтра подвал Сегодня карман полный Завтра пустой Сегодня герой Завтра отстой Сегодня плющет Завтра колбасит Сегодня в основе Завтра в запасе Наша, наша, наша жизнь Драмашка Драмашка Гадай, дай, дай, дай Не угадаешь Полоску, лоску, лоску Как тельняшка Найдешь И потеряешь Сегодня водка Сегодня водка Завтра похмелье Потом опять водка Опять веселье Сегодня хаммер Завтра вас Сегодня даст Завтра не даст Наша, наша, наша жизнь Наша, наша жизнь Драмашка Гадай, дай, дай Не угадаешь Полоску, лоску, лоску Как тельняшка Найдешь И потеряешь Жизнь моя Тянется резиной Сегодня с Машей Завтра с Зиной Сегодня ты Завтра тебя И просто так Даже не любя Наша, наша, наша жизнь Драмашка Гадай, дай, дай Ты не угадаешь Полоску, лоску, лоску Как тельняшка Найдешь И потеряешь Вау, круто Потому что хиты Хиты же поются Вот Лиза Рябчикова Выложила наконец Вот кудрявое солнце А теперь я вижу Что это такое Что это за ужас С высоких небес Лучами как пальцами Тычет меня Кудрявое Да-да-да-да Ужас в том плане Что оно еще же и с пальцами Мало того, что солнце Еще и с пальцами А пальцы понимаешь Знаки свободы Ну, это победа Нет-нет-нет Это моргал и выколю Ах, это моргал и выколи Я, значит, был добрее, чем ты В своих ощущениях Я думал, вот Виктория А ты улыбнись Улыбкой без зуба Вот еще один Замечательный рисунок Я опять прильну к твоей груди Помнишь, у меня вчера Горели трубы Но сейчас плохое позади Я теперь лечу Торчу в какой-то мере Может быть, плыву Еще не разобрал А вчера В такое же, блин, время Я томился Мучился Страдал Но зато сейчас Я в шоколаде В венах Бродит атомная смесь На твоей груди Лежу я как в засаде И хочу остаться я навечно здесь Гениально 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 Я балдею Купаю в лучах славы Гениально Я вспомнил один анекдот На предмет того Где, на каком месте Лежать Он немножко такой Жестковат, конечно Потом расскажу После эфира Лучше потом, да Он не матерный Но очень показательный Вот Тимур Илаев написал Как-то давным-давно Это, конечно, серьезная тема Кстати, хотелось бы Об этом тоже немножечко Давным-давно Группа приезжала В больницу номер 18 Развлекала лежащих там детей Абсолютно бесплатно Спасибо вам За это А это, кстати Было не один раз У нас Мы ежегодно Там появлялись Это дети Больные Церебральным параличом Вот И у нас Каждый год Ну, сейчас Немножко, скажем так Традиция Заглохла Но, я бы сказал Не увяла Потому что мы Поддерживаем отношения С руководством больницы И по большому счету Там Как только у нас Все устаканится Я так думаю Что Мы, может быть И возобновим Все это дело Ну, это Снимаю шляпу, что называется Это огромная вам благодарность За это Ну, мы и так Без журналистов Делали это дело Я понимаю, что Благотворительность Она обычно В общем Требует тишины Некоторой Ну да И не особого внимания И вы молодцы Что это делаете Просто мне интересно Чем вы детишек развлекаете Какими песнями Ну Ну, не про жизнь мою Конечно Вот Но у нас же есть Буратино Вот Так И Кузнечик Кузнечик Ну, есть Нет На самом деле Мы можем подобрать Программу Для Вот Детишек И их родителей Родители в большей степени Получают удовольствие Я вам скажу точно Поле чудес Поле чудес Да, у нас там Собственно, как на детских утренних Родители тоже больше получают удовольствие Чем дети У нас В нашей истории Был такой момент Мы один год Отработали На одной площадке С Семнадцать Ёлок Для детей Обалдеть Вот Было такое Вот они, мотологи Вот они Замечательные люди Не помню, что мы там играли Но что-то играли Меридиан Да Это был ДК Меридиан На Калужской В Москве Мы все играли И мы играли Вот эту вот серию Играли ёлки Каждый день приезжали И молотили Станя, у нас же весёлая программа Ты забыл А я в курсе А ты жизнь моя Я играю Чуть ли не каждый день Я вспомнил вдруг анекдот про Новый год Но он такой попроще Могу рассказать коротко Когда ребёнок после новогоднего утренника Приходит домой Ну ребёнку там Лет семь Второй класс, наверное Может быть первый класс Только-только пошёл И весь исцарапанный Весь исцарапанный Вся морда исцарапана Вся абсолютно Лицо Всё-таки у ребёнка Ну я же анекдот рассказывал Да Поэтому Ну или конечно у ребёнка лицо Но с точки зрения родителей Что это такое Мы хоровод водили Ну Нас было мало А ёлка широкая Давайте петь Давайте петь Он у Петровича понравился анекдот Детские ощущения вспомнил Вспомнил детство А что дальше петь-то будем? Так Так-так-так Давайте раз-два-три Она так помодрее Морда широкая У тебя Раз-два-три сейчас мы споём Как всегда Морда как бубен Да Как всегда живой звук в программе Живые Здесь сегодня тайм-аут Поехали Не напрягаясь Ни на что Иду в расстёгнутом пальто И в неизвестном направлении Болит ужасно голова Бросаю под ноги в слова И умираю от похмелья И больше нету сигареты Денег нет и спичек нет Пора завязывать с курением Душа зажата в кулаке Часы сверкают на руке И поднимают настроение Раз-два-три Какие дни смешные Посмотри Ну просто расписные Битый час И ту ворон считаю Три-два-раз Я улетаю Я улетаю Я улетаю Я выбираюсь из метро Стоит трамвай Бежит авто Пересекает мне дорогу И я за ним иду Скользя туда, куда идти нельзя Я продвигаюсь понемногу И Уже никто рукой не машет На прощанье Хочу забыть о серебре Хочу остаться в сентябре Но вряд ли сбудется желание Раз-два-три Какие дни смешные Посмотри Ну просто расписные Битый час И ту ворон считаю Три-два-раз Я улетаю Я улетаю Я улетаю Давай, Рома Не напрягаясь Ни на что Иду в расстегнутом пальто И в неизвестном направлении Болит ужасно голова Бросаю под ноги слова И умираю от похмелья Раз-два-три Какие дни смешные Посмотри Ну просто расписные Битый час И ту ворон считаю Три-два-раз Я улетаю Раз-два-три Какие дни смешные Посмотри Ну просто расписные Битый час И ту ворон считаю Три-два-раз Я улетаю Я улетаю Я улетаю Я улетаю Это вот как Да, автор Надо такую маечку у вас приобрести Мне кажется Это было бы полезно Действительно Ответ сразу рождается Вопросов не задаешь никому Ты уходишь в этой маечке И все У меня одна из любимых маечек Все птицы по очереди летят на юг И когда подходишь к зеркалу Понятно, что куда летят Шутка Шутка Ну и когда люди Был период времени Давно Правда Меня спрашивают Вы понимаете Я понимаю Я понимаю А вы понимаете Что у вас там написано Я понимаю Только вы читаете по-русски Кириллицей А не кириллицей на иврите Не в обратную сторону Читайте как написано Да А сами себе там уже дорисовываете Пошлость Она ведь не на языке Она же в ушах На самом деле Вот в чем Как закрутил-то А Философ Да Да Ой, голова Спасибо тебе большое Не зря Мы к тебе сюда пришли Хоть умных слов наслушались Спасибо, приятно Вопрос к ГГСК Это к Степанову Да Выйди на первый план Запись полной версии песни Автономное питание Где можно услышать А можно вообще в принципе О ГГСК ГГСК это Гогей Гогевич Сикорский Сикорский Да Не понял вопрос Запись полной версии Песни Автономное питание Где можно услышать Ту большой песню Которую ты на концертах поешь А только на концерте Но мы ее Наверное запишем А, то есть не записана Нет, она записана Но она записана была В легком В облегченном варианте Лайт Чтобы не пугать людей Лайт это как понимать Коротко Два куплета и все Как выстрел А мы теперь будем Без инструментов Будем думать Что с этим делать Ну, наверное Ну, раз народ требует Ты пока будешь думать Жизнь пройдет Вот так вот Ну, в общем-то Не очень-то и хотелось Пожить А народ требует Ты веселый парень Посмотрим Посмотрим Будем думать Короче Все 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 До свидания Ты поехал К нам в Москву Иди домой Сэн Джонс Сдавайтесь Ваша карта бита Все Дали возможность Человеку сказать Готовь Он же знал за неделю Что он будет на радио Вот он Написал На бумажке Текст на два часа Давайте пей дальше Ребятки Надо успеть Еще три штуки За это время Успеть исполнить Давайте Сейчас Роман Мухачев Исполнит песню Да А Роман в курсе Роман в курсе Смотрит удивленно Отлипни от дивана Ром Ну давай Как всегда Живые звуки Программи Живые Что за песня-то Это песня про навоз А интересное В общем сочетание Иван Мухачев Сейчас поет Песню про навоз Роман Нет Ну Я имею ввиду Роман Мухачев Будет петь песню про навоз Да Да Ничего Это я так Свои ассоциации Возможно Неприличная Поехали Со страшною силой Крутится земля Хорошо Реки, озера, леса и поля В поле когда-то валялся я Кто я, отгадайте А просто навоз Мне навозу хорошо Я ни с кем не дружу Где по лошадам лежу Где по лошадам лежу Только знаю я не зря Эхэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Жирный и полезный мат Только сам поймешь, что счастье Если вляпался в меня Пусть пореже посещают Плодородные поля Где проехал паровоз Там теперь лежит навоз Там, где было полироз Там теперь один навоз Едет по малю обоз А на днем навоз, навоз Братья милые мои Натрываться не хочу Я давно про все забыл Я теперь навоз учу Где положит, там лежу Это эпохально Это эпохально Спасибо Пожалуйста, не за что Заходите к нам еще Спасибо, Роман Это было гениально По исполнению гениально, что важно Когда человек чувствует то, о чем поют На вкус Нет, ну я имею ввиду Подожди, вот этого я не говорю Когда человек прочувствовано поет И когда он понимает, о чем он поет Это всегда читается на лице Это всегда отражается, собственно говоря В концепции произведения Круто, нет, правда? Очень весело Народ ржет Это очень важно Кстати, что касается ржет или не ржет Вы занимаетесь и благотворительностью Вы занимаетесь... Это громко все-таки сказано Это я сказал Мне можно Ладно Вы выступаете в экстремальных условиях Кстати, касаемо выступлений на Северном полюсе Если я не ошибаюсь Кто-то написал тут А я, по-моему, тоже об этом читал В книгу рекордов Гиннесса эта история попала Был дел, да Ну, такие скромники сидят В общем, попали в книгу рекордов Гиннесса Спев на Северном полюсе Отморозив пальцы гитаристу своему несчастному А вот мы об этом умолчали-то А Википедия об этом говорит И народ это знает За этим следят Да, вы поете веселые песни Вы поете серьезные песни Вы занимаетесь творчеством Причем творчеством очень серьезным, глубоким И многие люди недалекого ума полагают Что подобного рода музыка Эта музыка как бы ни о чем А копаться И, собственно, и в навозе тоже Между прочим, надо копаться Чтобы достать оттуда бриллиант Можно найти Можно, еще какой А глубже только надо копать Естественно В общем, я ничего не хотел спрашивать Я просто хотел сказать, что вы офигенные Вы молодцы, мужики Я чувствую Испытываю гордость Что мы знакомы И мы с тобой давно уже довольно общаемся Я считаю, что... Слушай, хватит Ты нас... Так, все Я его отключу сейчас, секундочку Эй! Не говори-то! Алло! Я считаю, что на вас равняться должны Молодые музыканты И те люди, которые хотели бы Или думали о том, как И каким образом Заниматься творчеством Потому что помимо музыки Изобрести вокруг себя Целую субкультуру Да, и квачей И матологов И все это Облечь в некую форму Это доступно Далеко не всем И далеко не каждому Приходит это в голову Вы это сделали И столько лет Вот, например, Андрей Голубов Ведущий, кстати, сказать Радиостанции «Своя Родина» Писал Оставайтесь такими же Какие вы есть Дожить с 90-х до 15-х И как дожить? Вы очень классные Молодые душами В чем секрет долголетия? Ну, мне кажется, что секрет прост Вы смотрите на жизнь Глазами юнцов Несмотря на то, что Кто-то из вас уже даже на пенсию отправился О, один-два пенсионер есть Ходит сейчас на пенсии И резинки от трусов Себя хрёпает На Кипре На Кипре Почему Кипр вызывает такой хохот? Я хочу понять Почему Андрея так веселит Кипр? Меня колбасит Он там, друзья А что он там делает? Давайте петь дальше, ребят Ладно, жена уезла А у нас сколько еще произведений осталось? Одно или? Как-то одно Здрасьте Сколько у тебя там запланировано? Двенадцать А я не знаю, сколько вы сыграли Если коротко Нужно двенадцать успеть За это время Ну сколько? Должно быть три еще Три? Две Две Одна Две Две, две, две Две А, тогда я понял, о чем идет речь Хорошо Давайте споем Йохана Павловича Ох ты, ну на ка Я думал, ну будет он ее петь Или не будет он ее петь Будет Так, подпевают все Я считаю, что сейчас вся аудитория должна сделать свои приемочки Очень громко Плевать на соседей Соседи тоже подпоют Да соседи тоже люди Тоже, иногда соседи люди Иногда, иногда Соседки вообще замечательная тема Поехали Тайм-аут здесь сегодня Как всегда в живых Исключительно живой звук Погнали Йохан Павлович Вообще он колбасы наевшийся у нас В принципе Почтенная онлайн Аллайн Долго, а после исчез. Ты нас не бойся! Проклятое солнце укрылось в кусты. О, Йохан Павлович! Мы песни поем, наши мозги пусты. Ты нас не бойся! Большая тусовка спускается с гор. О, Йохан Павлович! А я достаю свой тяжелый топор. Ты нас не бойся! Большой робидос грустно съели и упал. О, Йохан Павлович! Он руку и ногу и шею сломал. Ты нас не бойся! Соло! Хорошо, блядь! Сейчас сдам! О, Йохан Павлович! О, Йохан Павлович! Взлетел над одним из полей улюлюя Он тащился под звуки волынки И скрежет кита Джаз у нас вот такой Джаз Клюво Джаз любим Смотри, что происходит Лекс пишет Опа-на, знаю эту вещицу Лет сто, честное слово Не знала, чья она Вот честное слово Темнота Вот и все Вот видите, как рождается Стыдный позор Двоёшнику перестукину Тут народ, правда, требует уже для того, чтобы закрепить успех И какие-то ещё популярнейшие песни ваши Ну, в общем, не знаю, чем вы закончите эфир сегодня Я всё равно оставляю это на ваших плечах И, собственно говоря, на твоё усмотрение Но Вот очень любопытное сообщение Он пришёл от Феликса Желязный Так он зовётся Класс-класс Йохан Павлович У нас был строевой песней в летнем лагере На выходах в походы Тренер по ушу и по совместительству Вожатый Классный мужик Если слышат Привет вам, Виталий Витальевич Люди эту песню в походах пели Как строевую Я тебе скажу больше В давние времена В СНС-шные У нас ещё есть же песенка Где-то за лесом кактус гниёт Народная солдатская песня Нам звонили из воинской части Ребята, солдаты Они строевой уходили под... Это была их песня Строевая В армии Где-то за лесом кактус гниёт Такая, ну хорошая Вот она А, вот туда Забыл Где-то за лесом кактус гниёт 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 Я хочу глотать клей ПВА Где-то за лесом Кактус гниет Вот, вот А полковник в части Все текилу пьет Это что-то мне пришло как продолжение Можно сделать это Кактус 2 Где-то за лесом Кактус гниет, а полковник в части Все текилу пьет Хорошо, дарю Всю Пусть будет все Ребят, я могу сказать, что у нас осталось совсем чуточку времени Одна песня и все, надо прощаться Как всегда на самом интересном, что называется Месте Я не знаю на самом деле, какие еще слова можно говорить В адрес группы Тайм-аут, кроме того, что это всегда круто Это всегда действительно серьезно, глубоко, весело Вместе с тем, как сочетать одно с другим И с третьим нереально сложно Мне кажется Один человек пытается быть серьезным по жизни И пишет серьезные, допустим, если он музыкант песни Пытаясь глубоко копать, так сказать Это, в общем, становится все больше похоже на русский рок И про разорванную душу и тельняшку с березками на горизонте Кто-то делает это все весело, незамысловато И тогда те, кто любят вот то, что я назвал русским роком Отвратительное явление в российской музыке Говорят, что песня ни о чем А что он дает такое вообще? Ни про что Вы умудряетесь сочетать несочетаемое Вот то, что почти как анекдот вкладывается в смысл песен Становится чем-то невероятно глубоким Просто потому, что, видимо, эта глубина, она изначально заложена Я не знаю, что еще можно в данном случае Кому-то из молодых музыкантов Мы же, в общем, целимся и на то, чтобы молодые тоже Понимали, что такое творчество И как им заниматься столько лет на вашем опыте тоже Я не знаю, что им советовать Я думаю, что, скорее всего, это закладка такая от природы От матушки природы Это талант, он, наверное, называется Да, талант, талант Он наконец согласился со мной все же Все же это талант Талантливый ты человек Я не один, у нас здесь вот целая шабла Талантливый Мы банда Айда Саш, айда Супкинцы Кстати, Пушкина начали запрещать уже в Фейсбуке Поэтому, я думаю, если я сейчас процитировал Пушкина Кто знает, может быть, и меня забанят Ты смотри Аккуратней с этим надо быть А то потом из банки не выйдешь С этим надо быть Как забанят Аккуратней Ребятки, вот что Что хочу спросить обязательно Мне кажется, это важно Вы концерты-то играете? Конечно Когда ближайшие? У нас, скажем так Говори как Ну, каникулы будут до августа месяца А в августе месяце мы начинаем сезон концертный Ну, по большому счету, что можно сказать? Такую банальную, наверное, фразу Ребята, заходите к нам на сайт Заходите в нашу официальную группу Тайм-аут ВКонтакте А ссылочка на нее сразу в анонсе сегодняшнего вечера Вот И вся информация там И полезная, и бесполезная Все найдется И все там И, кстати, там и свеженькие песенки наши Видеосъемочки Ну, все есть Поэтому, наверное, даже вот ВКонтакте Оно там поактивнее сейчас у нас происходит Поэтому заходите туда и не пропустите ни одного мероприятия Даже кактуса, гниющего за лесом Не пропустим Не пропустим никогда Сколько по времени Я так понимаю, соло длинное можно подрезать, да? Сколько по времени песни, которую вы закончите А сколько надо? Нет, это вопрос Не хочу Вот сколько надо, не хочу Скажи, сколько она примерно по хронометражу? Ну, наверное, минутки три-три с половиной О, отлично Я сказал, сколько надо Сейчас бы ты стал подруливать Нет, значит, еще есть некоторое время Поэтому я это время, естественно, посвящу общению Шикарные два часа Пишет Александр Пылаев Спасибо Спасибо за вечер Неплохая группа Приятное для меня открытие Желаю им творческих успехов Спасибо большое Алексей Макеев написал в группе Которая с 87-го года существует Алексей Макеев Вам тоже всего хорошего? Ну, да В конце концов Хорошо, что Я вообще, на самом деле, завидую тем людям Которые делают для себя Периодически какие-то открытия Потому что у них раскрывается целая Огромная, представляешь, какая поляна Они сейчас пойдут, посмотрят, послушают твои песни Ну, ваши песни А с другой стороны, это же наша клиентура Конечно Несите ваши денежки Конечно На концертике-то Да Значит, Юлия Усова пишет Начиная сегодня с эфир Я слушала в растрепанных чувствах Комп тупил Ничего не загружалось Ужина нет Постепенно стало все наипрекрасное Бог с ним, что Да, я от себя добавляю Ужина нет Комп тупит Вредности провайдера Обошла с помощью телефона Еда какая-то таки нашлась А главное Настроение чудесно Вот она, мотология Улучшилась Мотология, это же Кайф Из не в кайфовых ситуациях Бальзам На душу Бальзам А этот только бальзам уважает Не только Риски Шпрот И шпрот Да Бальзам Ну что И насчет поесть-то Спасибо вам за то, что вы были здесь сегодня Спасибо огромное И насчет песен мы договорились Спишемся Да Скинешь премьерочку Обязательно Это будет полезно Сообщаю всем Кто завтра планировал Надеюсь, вы все это планировали А у кого звонит телефон? По ком звонит Комп У меня выключен Вот он передо мной У кого-то он точно звонит Сейчас я же слышу А это у тебя в студии звонит телефон? Нет У нас телефон на эфирах Обычно отключен Мы звонков не берем За неуплату, да? Нет Просто потому что Незачем звонить Зачем? Есть переписка Пускай пишет Так вот Завтра у нас случилась замена Саша Чача Что такое? По ком звонит телефон? По ком, да По ком звонит телефон? Молодец Ой, как хорошо Саша Чача Группа Наив Маленько повредился Ну так бывает Катался на велосипеде На самокате катался Да, здесь бери больше По московским дорогам Да, упал лицом Лечится сейчас Саше, мы желаем здоровья и счастья Завтра в программе живые На подмену Так неожиданно Вдруг выскочила группа Выдра Им огромное спасибо за это Так что завтра вечер Мы проведем с музыкантами По привычке и по традиции Чем завершим сегодня программу? А ты знаешь Мы сделаем лирический финал Та ты шо? Да, вот такой вот лирический финал Песенка про Чум? Да, песенка про весну Ой-ой-ой Которая будет очень скоро Через год практически Ну что? Тогда мы уже прощаемся И после песни Все, прощаемся Мы уже сразу прощаемся Да, ребят, до свидания Спасибо, что слушали Ансамбль мотологической музыки Тайм-аут Приезжайте к нам в Москву Законите в нашу группу ВКонтакте И будет вам счастье Всем до завтра Будьте здоровы Погнали Вот весна к нам идет Спотыкаясь об лед Над землей беспечной Скоро солнце взойдет Ты не думай, мой друг Что зима будет вечной Скоро станет тепло И тебе повезет Заиграет бензин Переливом в ручьях Засверкает лучом Под ногами жирча Разогреть бы все это Стаканом портвейна И по лужам скакать Отражаясь в лучах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завибрирует плоть Согреваясь вином Все нормально Все нормально кругом И не светит облом Заваркуют коты Сиренады без слов Развернется на крышах Кожачья любовь О-о-о-о-о-о-о-о! Вот весна к нам идет Спотыкаясь облет Над землею беспечной Скоро солнце взойдет Ты не думай, мой друг Что зима будет вечной Скоро станет тепло И тебе повезёт И тебе повезет Субтитры сделал DimaTorzok